уважаемые овны всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами снова ольга сегодня мы будем рассматривать события на грядущую неделю с 13 по 19 декабря включительно что вас ожидает в этом периоде расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу сегодня я буду работать на колоде тароли норман совмещенно с цыганским оракулом поэтому эта колода совмещает в себе одновременно три системы я надеюсь что вам будет интересно и в дополнение у нас есть еще одна колода ленорман которая будет также нам помогать события этой неделе я рассматриваю в общем основные ее моменты связаны с вашей работой карьерой общим запасом энергии финансы вложения долги и кредиты у тех у кого такие имеются внешний мир взаимоотношения с другими людьми ваша личная жизнь и те кто в паре и те кто в свободном поиске также возьмем для вас карту основного совета и посмотрим какими будут ваши выходные традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки и будет являться ответом на ваш вопрос подумайте сейчас о своем желании желание должно быть всего лишь одно колода сейчас настраивается на ваш запрос по карта которую я достану как ответ на ваш вопрос будет и своего рода подсказкой в отношении заданного вами вопроса напоминаю что так как расклад общий по каждой карте я стараюсь озвучивать максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию этот второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое правильно но таким образом у вас будет гораздо больше информации для чего нужен расклад для того чтобы предвосхитить в какой-то степени события будущего предупрежден значит вооружен а значит вы что-то сможете изменить расклад нужен для того чтобы выявить слабые стороны вашей жизни и так колода полностью готова кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимайте на паузу а я продолжаю и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые умные все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению если говорить о событиях этой неделе в общем для многих из вас как для женщин так и для мужчин эта неделя будет очень динамичной насыщенной и важной многих из вас волнуют вопросы связанные с вашим домом с вашими родными и близкими в центральной линейке карт выпали сразу две дорожные карты а это может говорить о том что кого-то волнуют предстоящие дороги поездки любого рода командировки или важные встречи и все это вам предстоит по крайней мере все это вы для себя можете планировать у тех у кого есть основная работа возможны обновления и я вижу что кто-то из вас именно в этом периоде попытается начать важные новые начинания это если охарактеризовать эту неделю несколькими фразами но давайте обо всем и поподробнее чего же начинается ваш расклад десятка чаш прекрасная карта эта карта сама по себе уже говорит о переменах о тех переменах которых вы жаждете их от тех переменах которым вы стремитесь все ваши мысли связаны с вашим домом с вашими родными и близкими кого-то волнуют имущественные вопросы кого-то волнует общая обстановка в доме и отношения но я вижу что вы в прекрасном настроении вы на позитиве эта карта говорит о том что кто-то из самых близких людей по крайней мере один человек вас поддерживает вы на кого-то можете опереться также кому-то вы готовы помочь из своих родных и близких эта карта также может показывать предстоящие семейные торжества возможно о которых вы думаете уже сейчас для кого-то из вас эта карта может показывать важного друга или подругу человека которого вы знаете очень давно и с этим человеком вы также возможно обсуждаете важные моменты в отношении дома и своей личной жизни хочу заметить что в вашем раскладе выпало две десятки одна из них в скрытых факторах две единицы а это говорит о том что действительно обновления для многих из вас возможны я вижу нервы я вижу напряжение но вы действительно что-то можете менять в зависимости от того какие планы вы перед собой ставите на центральные события всей этой недели выпала восьмерка чаш эта карта может говорить о том что кто-то из вас просто хочет сменить обстановку так как эта карта дорожная она может показывать любые командировки встречи то о чем я вам говорила ранее но она также предполагает это что кто-то вам надоедает своим общением и вам хотелось бы сменить круг общения я не вижу человека который идет в никуда я вижу что у многих из вас есть четкий план последующих действий на будущее и вы четко знаете чего вы хотите и что вы будете делать и как вам правильнее поступать по этой карте я также вижу боевое настроение и желание достичь своих целей в центр вашего расклада в его самое сердце выпала карта туза мечей а эта карта отвечает за кармические моменты которые в этом периоде вы проживаете так как карта туза мечей предполагает все новое в вашей жизни она вас и призывает к тому что этот период благоприятный для новых начинаний многие из вас начиная новые важные проекты заведомо знают что будете сталкиваться с определенными трудностями или препятствиями но вы к этому готовы эта карта показывает ваш блистательный интеллект ум и самое главное по этой карте напористость и смелость эта карта может показывать любые моменты связанные с официальными делами возможно вам нужно оформить какие-то новые бумаги либо подписать с кем-то новые договоренности возможно для кого-то это что-то в устной форме то что будет согласовываться но тоже для вас крайне важно я вижу что во многом вы рассчитываете где-то на самого или саму себя если говорить о результатах этой неделе в общем то несмотря на некую нервозность в этом периоде результатами этой недели многие из вас будут довольны но если говорить о женщинах то что-то вы сможете решить благодаря мужчине мужчина вам чем-то помогает или с мужчиной по поводу чего-то важного вы держите совет сейчас мы перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что происходит в ваших домах ваших семьях для вас выпала карта пажа чаш и карта рыцаря мечей эти две карты показывают двух абсолютно разных людей по темпераменту по энергетике конечно это может вызывать между вами противоречия разногласия и споры и если меня смотрят женщины я вижу что вы все-таки пытаетесь гармонизировать отношения но ваш мужчина неумолим и несмотря на то что он вас любит может порой себя вести весьма жестко где-то даже оказывая на вас давление потому что ваш мужчина считает что он во всем прав мужчина в этих отношениях пытается доминировать у тех у кого есть дети а я вижу что у многих детки есть потому что карта пажа чаш может показывать вашего ребенка или ваших детей воспитание ваших детей очень многое зависит от отца но здесь скорее всего есть конфликт у тех у кого дети маленькие или дети подростки я вижу что это очень творческие натуры и к вашим деткам нужен немножечко другой подход а здесь разногласия на лицо то есть конфликт родителей и детей у большей степени отца и ребенка если говорить о женщинах я вижу что вы в этих отношениях старайтесь идти на уступки старайтесь договариваться но если говорить о вашем мужчине это нервы это может быть немотивированная агрессия возможно у вашего мужчины что-то не ладится во внешнем мире почему потому что я вижу его подсознание ему кажется что отношения не развиваются что не получается что-то во внешнем мире вашему партнеру может казаться что он в тупике конечно это те отношения которые оставляют желать лучшего если говорить о мужчинах овнах несмотря на то что вы свою женщину любите вы любите своих детей не во всем и не всегда вы ведете себя правильно своим характером вы можете подавлять всех своих близких из этого могут страдать не только они но и вы сами если в отношении дома в этом периоде вы пытаетесь оформить любого рода бумаги или документы также есть нервоз хлопоты могут быть хлопоты у тех у кого дети получают образование если говорить о женщинах я вижу что вам хочется развиваться вам хочется чему-то учиться вам нужно больше пространства но такое чувство что из-за действий своего мужчины вы не можете в полной мере себя реализовать именно поэтому кто-то из вас может мечтать еще о ком-то потому что я вижу двух людей которые смотрят в разные стороны вы вместе но головы каждого из вас заняты своими мыслями перейдем к нашим свободным овнам и посмотрим что происходит у вас для вас выпла карта старшего аркана умеренности карта пятерки чаш и карта старшего аркана повешенного если говорить о наших свободных овнах у вас здесь ситуация не лучше чем у тех кто в семейных парах я вижу что многие из вас уже созрели к тому чтобы создавать новые отношения вы хотите семьи вы стремитесь к этому но даже если вы с кем-то встречаетесь я не вижу чтоб вы были счастливыми если вы не встречаетесь вот эти карты говорят о том что пока нет достойных даже если ваше приватное пространство и входят люди которые с вами знакомятся как правило это ничем не заканчивается и карта повешенного лишний раз показывает подвисание приостановку это что вы думаете о том что ничего не получается карта умеренности для многих из вас может показывать образовательные процессы в каком бы возрасте вы не были возможно вы чему-то учитесь прекрасная карта для тех людей которые занимаются эзотерическими практиками и философией медициной но даже здесь вам хотелось бы чего-то большего и пока не получается прыгнуть выше своей головы карта лисы карта пятерки чаш может говорить о том что вы разочаровываетесь ком-то из близких друзей из-за бытовых моментов тоже могут где-то опускаться руки также эта карта говорит о том что вы должны пересмотреть свое самое ближайшее окружение в вашем самом ближайшем окружении есть человек который выдает себя за друга или за подругу но при этом норовит либо что-то решить за счет вас либо вас в чем-то обойти а эта карта может говорить и о зависти и о лицемерии вам могут улыбаться в глаза и что-то из вас выпытывать эта карта говорит о коварном и умном враге человека которого врагом вы не считаете возможно именно из-за этого человека у вас что-то не получается во внешнем мире или в личной жизни как только вы достигаете определенных успехов вы сразу сталкиваетесь дурным глазом других людей и у вас тут же что-то перестает развиваться так как эта карта напрямую может показывать и корыстный интерес возможно кто-то пытается решить за счет вас финансовые вопросы или что-то то что касается работы поэтому проявляйте бдительность и осторожность главное чтоб вы поняли о ком идет речь но для тех кто смотрит меня постоянно вы знаете что в гадании нет ничего случайного если вы работаете в работе что-то может не развиваться первое из-за недостатка информации либо из-за недостатка опыта возможно вам кому-то нужно проходить определенные тренинги или мастер-классы для того чтобы поднять уровень своей квалификации также вас еще может пытаться кто-то подсидеть даже если вы работаете на себя вот эта карта может показывать ближайшего конкурента или конкурентку человека который постоянно пытается вам перебежать дорогу и человека который постоянно что-то вынюхивает для кого-то эти карты могут говорить о том что вы вообще пока без работы для тех кто учится есть определенная неясность с образовательными процессами давайте все-таки для наших свободных я возьму одну дополнительную карту как совет для того чтобы хоть немножечко прояснить вашу ситуацию видите два старших аркана они говорят о том что события этой недели для вас крайне важны но пока вы чего-то не можете получить или не можете чего-то сделать карта для вас карта десятки мечей в этой колоде для кого-то из вас эта карта напрямую может говорить о недомоганиях поэтому также будьте бдительны в отношении своего здоровья и снова десятка но в данном случае мечей и она может говорить о любых не совсем приятных переменах для кого-то это вынужденная приостановка в делах или в работе не обязательно из-за вашей болезни возможно карта просто показывает локдаун может быть рядышком с вами кто-то болеет и вы привязаны кому-то и это где-то тоже может нарушать ваши планы но вернемся к нашей центральной карте в центр выпала карта туза мечей эта карта говорит о том что вы должны попытаться что-то изменить самое главное чтобы вы не сидели сложа руки потому что эта карта гиперактивности и она говорит о том что у вас должен быть четкий план любых последующих ваших действий старайтесь контролировать свои эмоции потому что по тузу мечей они у вас зашкаливают и вашу резкость могут чувства другие люди многие из вас личности довольно таки прямо линейные поэтому вы как правило говорите все то что вы думаете о людях о ситуациях из-за этого где-то с легкостью можете наживать себе врагов у тех у кого есть основная работа эта карта предполагает изменения в основной работе либо новое направление возможно новые дополнительные варианты которые вы рассматриваете и здесь в чем-то идет большая спешка но я вижу что все-таки высшие силы вам помогают и для тех у кого есть основная работа я все-таки беру для вас дополнительную карту для того чтобы посмотреть что же у вас происходит для вас выпала карта двойки пентаклей она может показывать очень слабые доходы она говорит о том что деньги поступают но небольшие их едва хватает конечно это то что вас не радует а огорчает из этого вы можете быть слегка подавлены эта карта говорит о том что вы как будто бы не можете себя реализовать в полной мере возможно у вас ранее были какие-то планы которые не удалось осуществить и сейчас для того чтобы запустить что-то новое для вас важно попросту может не хватать нужных финансов но все-таки эта карта предполагает то что вы удерживаетесь на плаву хотите вы или не хотите но приходится общаться с большим количеством людей для того чтобы зарабатывать для тех кто в поиске работы возьмем дополнительную карту для вас для вас выпал король монет карта замечательная в особенности для мужчин она может говорить о том что вы можете работу найти с легкостью и скорее всего с поиском работы как женщинам так и мужчинам поможет мужское лицо или как ориентир эта карта говорит о том что ищите работу с мужским руководством от мужчины к вам может поступать хорошее выгодное предложение для женщин эта карта может говорить о том что с мужчиной определенным вы будете обсуждать в ближайший период ваши финансы возможно даже финансово мужчина вас будет поддерживать даже если меня смотрят те люди которые без работы вы на пенсии либо в силу других обстоятельств вы находитесь дома я вижу что вы все равно пытаетесь что-то в своей жизни поменять в том числе и финансово и многие из вас обдумывают какие-то новые варианты того как дополнительно заработать я не вижу чтоб вы были полностью без поддержки но все-таки вы хотите перемен и перейдем в дом ваших финансов вложений долгов кредитов и в этот дом для вас выпала карта старшего аркана мага 2 единичка для кого-то из вас она может предполагать то что вы пытаетесь или хотите оформить новый кредит получить в долг на руки недостающую сумму денег для того чтобы реализовать то что для вас важно если ваши деньги напрямую зависят от кого-то от вашей прямой работы от работодателей то по этой карте вы явно не дополучаете потому что вашими деньгами бесконечно кто-то пытается манипулировать по этой карте возможно вы пытаетесь придумать какой-то хитроумный план для того чтобы решить финансовые вопросы и возможно именно вам приходится кому-то внушать свои мысли для того чтобы вам в чем-то помогли или в чем-то вас поддержали если все-таки в этом периоде вы будете совершать важные вложения если вы имеете дело с кем-то будьте бдительны и внимательны потому что даже предлагая вам помощь у того человека которые предлагают эту помощь может быть свой корыстный интерес но скорее всего это будет подходить и вам и той стороне человеку с которым вы пытаетесь договариваться если должны деньги вам то по этой карте явно не спешат отдавать вам могут рассказывать сказки в этом периоде возможно вас кто-то попытается вовлечь финансовую авантюру когда вам нужно будет рискнуть своими деньгами у тех у кого они есть но здесь вам нужно будет хорошенечко подумать потому что вопрос спорный если ваши финансы зависит от кого-то вам тяжело договариваться но вы все-таки пытайтесь что-то решить если вы хотите получить именно в этом периоде нужную сумму денег в кредит или долг вы ее получите но вам нужно быть очень убедительными на внешний мир для вас выпала карта королевы чаш эта карта может показывать любую женщину с которой вы будете иметь дело для кого-то это подруга знакомая для кого-то родственница а для кого-то если говорить о мужчинах возможно даже возлюбленная женщина не простая но помочь вам чем-то готова и я вижу что эта женщина с вами достаточно открыта если говорить о женщинах овнах эта карта призывает вас к тому чтобы вы не конфликтовали не ругались старались со всеми находить общий язык и таким образом вы сможете решить гораздо больше чем если вы будете ругаться скорее всего мужчина возможно не один помогает вам решить сложные задачи но тут очень много споров громких разговоров и что-то может обсуждаться на повышенных для тех кто именно в этом периоде захочет вложить деньги в свое собственное образование это абсолютно правильный выбор и я вижу что эти вложения для вас будут оправданы многие вложения в этом периоде будут оправданы но будьте крайне бдительны и внимательны не позволяйте кому-то собой манипулировать потому что карта мага показывает рядышком с вами людей которые пытаются вам внушать свои мысли или навязывать вам в чем-то свое мнение возможно именно из-за этого у вас и возникают конфликты теперь рассмотрим что таится в скрытых факторах вот эти три карты показывают события которые будут происходить вашей жизни уже с 19 декабря и далее и здесь мы видим десятку посохов десятку жезлов карту старшего аркана колесницы и карту тройку посохов две карты жезлов говорят о том что и следующая неделя будет очень активной уже две первые карты говорят о передвижениях поэтому если вы запланировали любые дороги командировки важные встречи с кем-то на расстоянии у вас все должно получиться хотя изначально вы очень будете нервничать или даже с кем-то у вас будут разногласия по поводу этих встреч или дорог карты говорят о том что в чем-то вам нужно будет ускоряться но вы сможете решить очень многие вопросы по тройке посохов для вас открываются многие двери так как эта карта кармическая она говорит о том что с 19 числа в ваших руках появляются какие-то возможности для того чтобы решить вот эти самые важные для вас задачи так как эта карта коллективная она говорит о том что вы будете общаться с большим количеством людей возможно вы будете обращаться кому-то за советом поддержкой или помощью но по этой карте кто-то еще приходит за советом к вам но работая в команде либо умея общаться с другими людьми вы снова таки решаете много и эта карта предполагает рост при том что-то здесь будет происходить очень очень быстро и давайте посмотрим чем для вас закончится именно эта неделя на завершение этого периода также выпала дорожная активная карта рыцаря посохов даже если вы не планируете никаких поездок эта карта говорит о том что все равно ваши выходные будут очень активными возможно вы захотите с кем-то увидеться с кем-то переговорить по поводу чего-то для вас важного и этим вторым человеком с которым вы общаетесь будет мужчина если говорить о мужчинаховнах эта карта показывает вас собственной персоной и говорит о том что ваши выходные полностью зависят от вас и скорее всего вы их заранее для себя планируете то что на выходные вы запланируете вы успешно совершите если говорить о женщинах то ваш отдых или выходные дни зависят от мужского лица и возьмем теперь для вас карту основного совета как для женщин так и для мужчин для вас выпла карта восьмерки монет эта карта может показывать любые финансовые вопросы которые нужно решать очень быстро возможно даже жестко возможно кому-то нужно по поводу финансов где-то даже ставить вопросы ребром но все-таки эта карта определенных результатов и она говорит о том что финансово для себя вы что-то сможете разрешить либо разрешить какие-то важные рабочие вопросы основное свое внимание конечно же в этом периоде нужно обратить в сферу финансов и также работы для тех у кого есть основная занятость теперь посмотрим сбудется ли ваше желание для вас выпала карта пажа мечей к сожалению пока эта карта дает ответ нет она говорит о том что по поводу вашего вопроса у вас уже на сегодняшний день очень много нервов суеты и возможно хлопот если вы пытаетесь получить желаемое эта карта может предполагать недостаток информации на будущее поиск вот этой информации возможно вам кто-то создает помехи в отношении вашего вопроса потому что эта карта может показывать напрямую человека недоброжелателя эта карта может показывать небольшой конфликт или напряжение из-за вашего вопроса с кем-то возможно вы кому-то не доверяете в своем вопросе либо кто-то не доверяет вам это тоже может вызывать определенную конфронтацию разность мнений или интересов но вы всегда свое желание можете перезагадать теперь возьмем три дополнительные карты из оракула ленорман и спросим что еще вам было бы интересно знать и в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин эту колоду не нужно долго рисовать так заранее я и уже отготавливала и я достаю для вас три карты в произвольном порядке для вас выпала карта сердца этого лет червей карта солнышко это туз бубен и карта сов семерка бубен все эти три карты могут говорить о том что вам ближайшее время предстоит важный разговор по поводу финансов или работы возможно вам с кем-то нужно будет заключить договор эти карты могут показывать любые предстоящие важные сделки подписание важных документов или важные встречи по поводу которых у вас может быть очень много сомнений эта карта может показывать любые телефонные звонки переговоры в особенности вечернее время суток очень большая активность в вашей жизни но по крайней мере я вижу что у вас будет с кем посоветоваться и то что касается финансовых вопросов все-таки здесь что-то решается вполне благополучно для тех кого волнует вопросы любви личной жизни брака первая карта может показывать сердечные хлопоты и проблемы карта солнышко может предполагать то что вам предстоят с кем-то встречи возможно совместный отдых разговоры по душам притом это могут быть встречи как в дневной так и вечернее время суток если говорить о семейных парах несмотря на то что где-то вы не всегда друг друга понимаете все равно будете пытаться друг другу помочь если говорить о наших одиноких сердцах то эти карты предполагают возможный выбор это что вы очень сомневаетесь боитесь сделать ошибку но для этого существуют персональные расклады уважаемые овны и таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас оказалась важной и полезной помните о том что каждую неделю выходят свежие недельные также месячные прогнозы которых я вас всех жду всем удачи и до свидания